Батюшка, вот по последней теме, которая у нас сейчас в Душпопечении, чувства, эмоции и состояния, там была у вас такая фраза, как любовь бывает как боль отвержения, и они проживают. Можешь больше раскрыть эту тему чуть-чуть? Напомни, что же там было такое? Некоторые проживают как боль отвержения, то есть у них любовь ассоциация с болью. Какой совет ты можешь дать, как выйти из этого состояния? Ты знаешь, если внутри семейного сценария транслировалась, но может быть не произносилась, фраза бьет, значит любит. Жири, мать для кого готовила, ходишь худая, как скелетина, понимаешь, то есть это двойное послание. С одной стороны, я о тебе забочусь, с другой стороны, в этот же момент я унижаю. Вот любовь это про маму, конечно, и если со стороны мамы, потом второй уровень любви это про дом, про атмосферу в доме. Мама была, например, очень доброй, но атмосфера царила гнетущая. Это наши, ну как бы настройки по умолчанию, да. И в этом смысле, пожалуйста, как-то, я, конечно, могу порекомендовать и сказать, дай почитать ему книжку, там, этому человеку. Например, Оша, любовь, свобода, одиночество. Но если, и человек почитает, но если на слове любовь слово, это мировоззрение, а мироощущение, что любовь это боль и отвержение, и так далее, этого не происходит. Единственное, что мы можем предложить в рамках часа, дать иной образ любви собой. Это означает, что, с одной стороны, я в роли терапевта, но по-человечески, не касаясь, не хватаясь за ножку, не целуясь, я транслирую тебе, что такое любовь, как внимание, как уважение, как принятие. Не произношу это слово, и, может быть, собою как-то раскрываю это понятие. Мы говорим о том, о сём. Если, ну, как сказать, первоначально, я замечал людей, которые после консультации, ну, в частности, моей, уходят в ощущение некой эйфории. Ну, иногда так, меня со мной так никто не разговаривал, меня так никто не выслушал. Вот. Иногда я над этим немножко шучу, и на это могу ответить, ну, я тебя испортил жизнь сейчас. Каким образом? Ну, я задал слишком высокую планку. И я прошу тебя, Ирина, не соглашайся на меньшее. Ну, зачем тебе мужик, этот членоносец, если вот такого уважения, любви, которую я тебе приявил, показал, любовь, гостеприимство, если его нету? Ну, и что с этим делать мужиком? Да пусть он валит лесом. Вообще к таких гони. То есть, и тогда у тебя возникает, как бы, образ или намек на то, что возможно и так, что мужской и женской, я же как мужчина с тобой общаюсь, не то, что как бесполое существо. Уважаю в тебе женщину, и ты видишь, что такое интеллигентное общение, уважительное общение, и ты собой это являешь. Но при этом я очень внимателен к тому, чтобы не послать тех посланий, последствия которых мне придется долго разгребать, чтобы тебе не пришлось потом лечить разбитое сердце и так далее. Поэтому мы об этом можем вполне говорить. Но сценарий любовь-боль, до него не так и просто докопаться. Ну, как минимум, если мы идем и светим туда фонариком осознанности, и говорим, смотри, как будто бы любовь случилась, но ты провоцируешь тебя отвергнуть. Ты говоришь, если у второго компонента нет, прям не то, что-то не то. И если ты человеку этот фонарик осознанности потом даришь, это все входит в стоимость консультации, подарок бесплатно, но стоимость консультации входит. И ты просто говоришь, ну так очень мягко, так смотри внимательно, как встретив человека, с которым уже что-то получается, твой симптом, твоя травма, твой сценарий запускает отвержение. Иногда этот человек будет извиняться или поглаживать и так далее. Но у вас превращается вся жизнь в то, что вроде хорошо, а потом что-то не хватает. И ты прямо перчика из перечницы ему в глаза. Он, что ты творишь? Ты что, с ума сошла? Но он реагирует, и вы опять заглаживаете. Там есть у этой любви боли, некоторый биохимический компонент в основе лежит. Потому что когда ты нахамила, я вне пола, и когда ты грубо сказала, а тебя все равно любят, а тебя все равно прижимают. Это так приятно. Но в какой-то момент этот человек может устать и уйти. Он разок, твою дефицитарность, твою истерику покроет теплым пледом, другой, третий. А потом утречком скажет, а ты куда? Что за чемодан-то? Знаешь, я ухожу. И все. И вот так вот ты говоришь с ними. Понятно, что это не твои вопросы, это их вопросы. Но вот внимателен к этому, внимание, самое ценное, это внимание к тем, как я уже, обретая близкого человека, какая-то штука во мне закручивает драму. Вот. И вот это вот ключевое. Есть, конечно, можно это через расстановки, можно через арт-терапию, что-то такое. Но мы сейчас в основном работаем в разговорном жанре. Поэтому поговорить об этой штуке. И дело в том, что смотри, и вот здесь вот личные примеры уместны. И ты говоришь, ты знаешь, я где-то только полгода назад остановил, слезла с этой наркоты. Здесь ты можешь сказать о себе, но в рамках, здесь ты строишь мост, и откровенно о себе, но в рамках терапевтической задачи клиента, не проваливаясь, не превращая консультацию во взаимную терапию. У меня так было, знаешь, у меня был такой вот мужчина, и я даже не понимал, как я закручиваю. И ты знаешь, он, когда уезжал, ты говоришь, спасибо, я за все благодарен и не против, ну хоть скажи, ну чего, что не так? И он мне сказал, здесь тебе разрешается, у тебя есть разрешение, как у терапевта, на художественный жанр. Здесь ты можешь добавить, приукрасить под задачу. Ну, в рамках все-таки, что все основано на реальных событиях, как драматург, который снимает фильмы о реальных событиях. Здесь ты можешь сказать о том, что вообще-то это, ну, понимаешь, иногда человеку стыдно и как бы выглядеть, поэтому ты говоришь, ну, вообще это, не переживай, это у каждой четвертой русской женщины. Поэтому, поскольку ты русская женщина, нет, я наполовину украинка, вот, в силу того, что ты русская, у тебя эта штука есть, у украинцев по-другому. Вот, и таким образом ты говоришь, что это не суперпроблема, ты не одинока, у тебя есть ответственность за отслеживание этого механизма. Ну, ну, я бы еще, если бы было больше времени, актуализировал бы и ту, и другую часть на уровне двух стульев, поговорить одной части, поговорить другой. Вот, некоторым людям, которые проваливаются в такие травматическое переживание любимого человека, я говорю, давай так вот, как ты воспринимаешь своего мужа из травмы, запиши, какой он, и как ты воспринимаешь, когда ты его любишь. И ты видишь, что это диаметрально противоположные характеристики. Как ты рассказываешь о нем, когда ты в травме, и как ты рассказываешь, когда ты любишь, и, может быть, часто уже не любишь, но когда ты его любила, каким ты его видела. И ты видишь, что это два разных описания, а значит, два нейрологических образования, которыми ты живешь. Вот, и для этого можно их, конечно, интегрировать, но лучше их как-то сблизить, познакомить. Потому что сколько вот эту травму не выдавливай, она периодически хочет есть. Вот этот черный волк хочет есть. Ну вот, поэтому приручаем, интегрируем, но через осознание. Продолжение следует...